Дорогие кандидаты в народные депутаты, как вы знаете, от Запорожья в Верховную Раду баллотируется аж 55 человек. Отрадно видеть такое серьезное количество патриотов родного края. Уверен, большинство из кандидатов это взрослые, конструктивные люди, которые действительно хотят перемен к лучшему в Запорожье. Сколько бы ни было между вами различий, именно в предвыборную кампанию становится понятно, как много между вами общего. Как рдеете вы за людей на местах, как болит ваше сердце за судьбу родного края. Отсюда и просьба предложения ко всем кандидатам по 74, 75, 76 и 77 избирательным округам. Пожалуйста, соберитесь вместе и сделайте что-нибудь полезное для своего округа. Умение откинуть разногласия и найти компромисс наверняка пригодятся вам для работы в Верховной Раде. Покажите, пожалуйста, что в Запорожье живут люди, которые умеют не только конкурировать и воевать друг с другом, но и договариваться. Договоритесь между собой и сделайте что-то хорошее, пока не пропал ваш патриотический запал. Только, пожалуйста, не нужно продуктовых поздравлений для пенсионеров. Это немножко не то, о чем идет речь. Если вам трудно придумать общий проект так быстро, займитесь, например, подготовкой детских больниц в зиме. Деталь не эта проблема описана на нашем сайте ДетиЗПВ. Это серьезный и важный вопрос. Или самостоятельно разведайте и закройте нужды многодетных и приемных семей Запорожья. Понимаю, что у детей нет избирательного права, но вы ведь не за голоса, вы ведь за родной край, верно? А то пока получается, что из людей, которые не могут договориться в своем городе, нам нужно выбирать представителей, которые будут договариваться за нас на уровне страны. За кого голосовать, если грозящиеся переплыть море боятся подойти к бассейну? Соберитесь и сделайте что-то живое и полезное. Пожалуйста. Продолжение следует...